Доброе солнечное утро! Ребят, мы на даче. Сегодня суббота. Мы сегодня будем всего лишь один день. Вчера приехали переночевать. Смотрите, как хорошо. Листья на березах уже начинают желтеть. Дайсон идет. Смотрите, у меня здесь желтенькие кабачки. Не знаю, может быть их убрать. Вон сколько. Посмотрим, цукини также есть. Сейчас вам покажу. Вот цукини. Сережа на тех выходных приезжал с милашкой. Я работала. Все это поливал. Но, естественно, они все не вырастут. Трава выросла. Большая. Вот это все нужно убирать здесь. Вон один патиссончик уже. Огурчик один. На тех выходных, Сережа, три больших огурца снял. Открою вам. Вот еще огурчики есть. Их тоже нужно снимать. Я думаю, что все помидоры нужно снять сегодня. Буду теплицу... Ой, прям запотела. Буду теплицу убирать. И засеивать сидиратами. Много работы. Не знаю, успею сегодня или нет. Также на следующих выходных мы хотим все вот эти кустарники пересадить в другое место. Возле забора, там где вот капуста растет. Вот смотрите, сидираты зашли. Горчица и овес, по-моему. Вот эта грядка, это там, где был лук. Смотрите, сколько горчицы выросло. Уже прям большая такая. Клубнику на тех выходных Сережа собирал. Посмотрите, какая большая. Земляники. Я вам каждый раз эту землянику показываю. Смотрите, все усыпано в ягодах. Все в ягодах. Такие вот крупные ягодки. Щавель сегодня срежу, заморожу. Перец тут у меня еще один. Вот головка капусты. Большая. Для меня это большая. Заметьте, это июньская. Вот она только-только. Сентябрь. Эти помидоры точно сегодня уберем. Вот свекла. Вот свекла мелкая будет. Я ее поздно посеяла. Ничего страшного. А вот насчет морковки не знаю. Либо на этих выходных уберем, либо на следующих. Я вообще планирую на этих выходных убрать для того, чтобы она хорошо на втором этаже просохла. И уже на следующих выходных я буду заправку для супов, для, например, фаршированного перца, для голубцов готовить. Ну, куда она может быть мне понадобится. Буду все это готовить. Также я такую заправку из морковки и лука, также я перец немного кладу. Использую для борща. Свеклу я добавляю отдельно. То есть такая универсальная заправка. Рядом со мной ходит. Ходит рядом со мной этот Дайсон. Вот такой котяр. Наконец-то, скажи, я на даче. Наконец-то я на даче. Это такая красота. Ну, эта роза, понятно. Смотрите, она еще будет распускаться. Вот какая красавица. Вот белые, которые я вам в тот раз говорила, что будут распускаться. Вон какие красивые. Вот вы как раз можете... Ой, я побежал. Сейчас, наверное, уже на сентябрь. Те, кто раньше заказывал, приходят розы. Да, у Сергея Овчарова. Или Овчарова. Вот. Но вы можете заказать потом уже... Я не помню, когда будет. Может, в марте заказ. Уже на весну. Заказать себе розы. Вот. Самые, мне кажется, недорогие и классные розы. Которые есть. А вот белая роза. Посмотрите, сколько бутонов. Смотрите, сколько. И они прям большие. Вот какие. Ну, красота же. Ну, а сейчас я буду красить вот такой вот старый табурет. Как видите, он неприметный. Такой вот, весь пошарпанный. Буду его преображать. Посмотрите, какая красота получилась. Вписывается в наш интерьер. Ну, а теперь мы с вами пойдем в теплицу. Сережа сейчас со шланга моет там ее водой. Предварительно я помыла теплицу с помощью тряпочки и хозяйственного мыла. Вот. И теперь Сережа помогает мне и все это смывает. Как видите, я уже огурцы, помидоры убрала. Пару кустиков, правда, оставила. Вот. Но основная работа уже в теплице закончилась. Вот я вам сейчас как раз показываю тряпочку и мыло. Ничего сложно. А также мы убрали уже бассейн. Как видите, вот такой вот круг остался некрасивый. В следующем году мы будем делать уже поддон для бассейна, чтобы это место все проветривалось и газон не портился. Вот Сережа уже повесил просыхать бассейн. Его помыл немного. Правда, некоторые пятна все же остались. Начали выкапывать Сережей морковку. Ох, ну-ка покажи. Это она просто неправильно стала расти. Нет, это она уперлась. Ну, уперлась, да, наверное. В землю кто? Напоминаю вам то, что морковку я сажала на ленте. Вот. То есть я ее не сеяла. Обычным способом. Посмотрите, какая она огромная. Просто морковь гигант. Ох, ого, ого. Посмотрите, какая она просто гигантская морковь. Класс. Это надо? Нет. В этом году морковкой я довольна. Хотя в том году мне маленькая тоже понравилась запекать. Вы знаете, да, морковь на ленте дороже стоит. Но зато меньше, меньше паришься с ней. Меньше, как говорят, геморрой. Извиняюсь за это слово. Морковь я просто поливала. И вот такой, посмотрите, большой урожай. Класс. Просто супер. А в том году у меня вот такая маленькая была. Ну что, как в лучших традициях YouTube, Instagram выкладывают вот так вот морковку и показывают урожай. В принципе, морковки не очень много. Но мне это просто вот, не знаю, надолго хватит. И до следующего года я ее перетру, сделаю овощную заправку. И вот, ну, в среднем вся морковка вот такая, мне кажется. Вот, если сравнить с моей ладошкой. Не знаю, даже не помещается. Она очень крупная. Вот, посмотрите, какая огромная. Просто супер. Вот это вот еще больше. Некоторая морковка получилась корявой. А все почему? Потому что у нас земля была новая. Если помните, мы камаз земли завозили. И вот ее, когда привезли, она была комками. Я подозревала, что она может вырасти, например, вот такая вот у меня. Либо какая-нибудь вот такая. Да, но я думаю, что это, кстати, не из-за земли. Просто она так, наверное, стала расти. Но, тем не менее, большинство морковок ровненьких. Вот здесь, видите, немножко кончик ушел. Мне все равно ее все перерабатывать. Я очень-очень довольна в этом году морковкой. Что делаешь? У нас сегодня шашлычок после супер работы. Пахнет. Это перец. Кстати, который я на семена оставила. Семена забрала. И вот решили его пожарить. Вкуснятина. Так, мы уже приехали домой. Смотрите, я на даче. Помыла и нарезала весь шавель, который я насобирала. И теперь уже дома буду его делить порционами. На даче у меня есть уже замороженный шавель. И теперь я хочу для дома заморозить его. Я могла бы его отсортировать на даче. Но у меня, к сожалению, пакетов там не было. Моих любимых, которых я... Эти пакеты я покупаю в фикс прайс. Они для заморозки. Здесь, кстати, удобно еще... Черным маркером делать запись. Пакеты такие, знаете, большие, плотные. Поэтому очень удобно. Если еще не покупали такие пакеты, попробуйте. Пакеты... Я люблю побольше класть в борщи, в супы. Ну, в основном борщ готовим. Если он сейчас и объемно смотрится, то когда я его уже закину в кипящий бульон, то, естественно, он уменьшится. Два пакетика уберу в морозилку, а один оставлю для того, чтобы приготовить завтра вкусный борщ. Игра. Класс. Продолжение следует...